В Тверской области организовали волонтерский штаб для помощи людям старше 60 лет. Его создателями стали Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия». Центр помощи призвано оказывать любую поддержку пожилым тверичанам, маломобильным гражданам, будь то покупка продуктов, товаров первой необходимости, лекарств или прогулка с домашними питомцами. Тверская область вошла в число первых 16 российских регионов, где организованы штабы для людей, которые находятся в зоне особого риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такими считаются люди старше 60 лет. В эпидемиологически сложное время им рекомендовано не покидать квартиры или дома, а также обеспечить себя от лишнего общения. Старшее поколение нуждается в максимальной поддержке всеобщества. И основная цель волонтерского центра, чтобы пожилые люди меньше появлялись в общественных местах, чтобы они не подвергали себя риску, организовать доставку продуктов питания, где это необходимо, лекарств, медицинских препаратов, оказывать консультационную, психологическую поддержку тоже. Первые заявки уже начали поступать, и сейчас их обработкой заняты волонтеры. В число добровольцев уже вошли студенты-медики и волонтеры Победы. Именно на их плечи отляжет задача совершать покупки и доставлять их заявителям. Мы, как волонтеры Победы, не можем иметь таких ситуаций, которые в России и во всем мире. И когда ребята узнают, что открывается такой штаб, они сразу и с радостью готовы включиться, тоже помогать вам в зоне, при необходимости доходить до дверей ветеранов, передавать необходимые продукты питания или же лекарственные средства. Сообщить о необходимой помощи можно через горячую линию по номеру 8 800 200 34 11. Волонтеры готовы приехать и оказать помощь любому нуждающимся в любой точке области. Создана данная линия для того, чтобы в едином колл-центре со всей России собирались заявки, после чего данные заявки будут отфильтровываться и направляться в субъекты Российской Федерации. Также они у нас приходят на базу регионального общенародного фронта. И уже по этим заявкам мы будем отрабатывать всеми совместными усилиями. Кроме того, будут охвачены и те пожилые люди, которые не знают о штабе. Уже сейчас волонтеры получили списки всех ветеранов Великой Отечественной войны. Им добровольцы будут звонить лично. Два-три раза в неделю. И любая их просьба будет услышана.